И всем привет, друзья! Вы на канале SkyTopGames, с вами Иван, и мы продолжаем путешествовать по бескрайнему космосу вселенной Мира Space Engine. Друзья, сегодня у нас серия такого плана, друзья. Сегодня мы попробуем посмотреть, есть ли в нашем Млечном Пути, а то есть в самой ее сердцевине, в самом центре нашей галактики, Млечный Путь, есть ли планеты с какой-нибудь жизнью. По крайней мере, мы с вами, друзья, знаем, что в центре нашей галактики существует сверхмассивная черная дыра под названием Стрелец А, и даже я буду удивлен, если с таким могущественным монстром, Стрельцом А, будет находиться какая-то звезда, и рядом со звездой будет еще и планета с жизнью, это будет, ну, просто фантастично и невероятно, потому что Стрелец А выдает такие гамма-излучения, что, ну, просто, ну, тебе, друг, тебе там не поздоровится, если ты будешь находиться с этим сверхмассивным монстром. Огромная радиация тебя вмиг просто убьет, это тебе находиться не на расстоянии 150 миллионов километров, да, от Солнца, блин. Ну что ж, друзья, давайте начнем потихоньку перемещаться в центр нашей галактики. Почему я выбрал именно попутешествовать сегодня эту серию, ну, в этой серии попутешествовать по нашей галактике, мне многие в комментарии пишут, слушай, зачем ты так далеко забираешься, ведь много красоты, прекрасного есть в нашей галактике. Ну что ж, ладно, хорошо, я прислушиваюсь к каждому вашему комментарию, друзья. Ну, а вы, соответственно, подписывайтесь на канал, обязательно нажмите колокольчик и прямо сейчас нажми лайк. Так, ну что ж, друзья, давайте будем передвигаться к центру нашего Млечного Пути. И я так предполагаю, что центр находится где-то, ну, где ярче, вот, наверное, туда мы с вами сейчас отправимся. Хотя, в принципе, можно сейчас спокойно вбить в поиски Саджитариус А, и мы спокойно с вами перелетим. Так, ну давайте попробуем найти этого огромного монстра, Стрелец А. Так, вот он у нас, перелетаем, да, черная дыра, сверхмассивная, боже, ты посмотри на ее великолепие, это просто, ну, просто фантастично, неописуемо. Слушай, я надеюсь, я сейчас не облысею, если я пролечу под ее лучами. Нет, вроде бы волос на месте. Так, ну что ж, давайте отдаляться от нее, потому что я так предполагаю, это центр у нас нашей галактики. И посмотрим, так, что нас окружают. Нас окружают, то есть, ну, не нас, а окружают... Так, подожди, желтый карлик, число планет 7. Так, подожди, но жизни нету. Я смотрю, в основном окружают черную дыру, это красные гиганты, да, и голубые звезды. Так, ну, вот мы нашли, кстати, одну звезду, у которой есть 7 планет, но нету планет с жизнью. Давайте мы будем отдаляться и просматривать каждую звезду. Так, белая звезда у нас. Такс, чуть дальше. Голубые звезды. Пока ни одного напоминания, что где-то есть звезда с жизнью. Такс, подожди-ка. Голубая звезда. Нам. Так, еще есть один желтый карлик, число планет 6, но на планете нету жизни. Такс. Голубые звезды. Слушай, ну, это вот великолепие, пока можно наблюдать. Сейчас мы будем отдаляться, и, конечно, уже не так будет красочно, как могло это казаться в самом начале. Красный карлик. У нас 7 планет. Еще желтый карлик. Так, кстати, у желтого карлика была похожая система такая, как у нашего Солнца. Слушай, ну, вот погоди-ка, стой. Да ладно, не может быть. Желтый карлик. Подожди. Диаметр системы 33 астрономических единицы. Температура 5000. Подожди-ка, ну-ка, стой-ка. У нее 9 планет жизни. Вот это вот мне уже интересно рассмотреть. Криогенный Юпитер. Да ладно, подожди, стой. Криогенный Юпитер. И у него есть... Ага, ну понятно. Экзотическая, многоклеточная, подлёдная жизнь. Смотри, вот у этого гиганта, криогенного, да, у него есть, я так понимаю, сколько? Восемь лун, и на одной луне есть жизнь. Ну, это типа замерзшей Европы. Нет, это неинтересно будет посмотреть. Надо что-то найти. Наверное, что будет на поверхности. Чтобы жизнь была на поверхности. Ох, друзья, меня поиски просто утомили. И я нашел, ну, что-то более-менее. Смотрите, планета. Класса, криогенная, озерная, супераквария с жизнью. Жизнь экзотическая, многоклеточная, морская, иноземная. Ну, я так понимаю, температура, конечно, здесь просто обалденно понижена. Минус 190 градусов по Цельсию. Атмосферное давление очень повышено. 20 атмосфер у планеты. 9 лун. И перед тем, как найти эту планету, я натыкался на такие планеты, ну, когда это вы видели. Криогенные, ну, не то, что и криогенные, а замерзшие куски льда типа Европы. То есть, я даже уже нахожусь в огромных сомнениях, что мы здесь что-то найдем с жизнью. Ну, давайте попробуем посетить хотя бы эту планету. Так. Замерзший кусок льда. Ну, это, конечно, не должно выглядеть таким. Да, ну, я так понимаю, что на планете, скорее всего, скорее всего, какие-то либо метановые озера. У планеты, кстати, заметь, еще есть тонкие кольца. Там, по-моему, бушуют ветра. Так, ну, давай попробуем опуститься на поверхность. А что у нас по солнечным суткам? 13 часов 30 минут. Ага, хорошо. Это хорошо, что уже не бесконечные сутки, потому что я еще хотел разглядеть вот эту вот всю красоту и центр нашей галактики. То есть, отсюда, может быть, увидеть могущественного стрельца А. Давайте попробуем опуститься на поверхность, потом рассмотрим всю эту красоту неба на ночном фоне. Что у нас по поверхности? О, подожди, стой. Непонятно. Так, какая-то ровная поверхность. Ни гор, ни вообще ни черта непонятно. Ну, а где же метановые озера? Сплошные камни, какие-то замерзшие куски льда. И, блин, какая здесь экзотическая многоклеточная жизнь. Может быть, я себе, честно сказать, даже ума, блин, не приложу. Нет, ну, конечно, я могу предположить, какая здесь может быть жизнь, какая-нибудь роботизированная. Но роботизированная жизнь, это разве жизнь какие-то роботы, блин? Нет, ну, возможно, есть инопланетные существа. Я не знаю, из чего они должны состоять, чтобы переносить такие огромные дозы. Дозища, радиация, гамма-излучение. И я так понимаю, здесь, смотри, небо полностью затянуто. Я не знаю, что это газ или что. Ну, это... У нее достаточно плотная атмосфера, поэтому мы не сможем, наверное, скорее всего, рассмотреть на этой планете прекрасные виды, ночные виды, да, на самого Стрельца А и посмотреть все эти голубые звезды и красные гиганты вокруг Стрельца. Ну, хотя, как вариант, можно перемотать время и посмотреть. Так, ну что ж, давай попробуем. Почему бы нет? У нас солнечные сутки не бесконечны, поэтому сейчас, сейчас мы что-нибудь додождемся с вами. Нет, скорее всего, мы здесь ничего не увидим. Здесь будет абсолютная тьма и через этот слой облаков мы ничего не сможем рассмотреть. Давай перемотаем еще время, почему бы нет? Да, здесь полный мрак. Фонари на этой планете еще не придуманы, поэтому, короче говоря, я, друзья, просто улетаю отсюда и попробую поискать что-нибудь более-менее интересное. И все-таки, наверное, сегодня я разобью миф, что в центре нашей галактики, может быть, существует какая-то жизнь. Итак, я нашел еще подходящего нам клиента. Это теплая пустынная терра с жизнью, органическая многоклеточная наземная жизнь. Ты издеваешься, состав атмосферы, подожди, кислород, вода, азот, температура 213, плюс 213 градусов по Цельсию, атмосферное давление, ну, понижено, конечно, ниже средней, наверное, чуть выше средней нормы, чем у нас на Земле, я так понимаю. Но, в принципе, давай, почему бы нет, отправимся на него и посмотрим, что это вообще. Так, теплая пустынная терра, давай. Хорошо. И что здесь, интересно? О, боже, какая красота. Посмотри, какое интересное созвездие, да? Я думаю, оно колоссально бы смотрелось с этой планеты. Посмотри, все вот эти звезды, они все друг с другом расположены. Подожди, или это планеты? Нет, нет, это попалась одна планета, остальное все это звезды. Да, обалденно, слушай, смотрится просто, ну... Так, ну, меня интересует поверхность, в которую мы сейчас с вами опустимся. Друзья, это вода. Как она не закипает при такой температуре, я не понимаю. Поправьте меня в комментариях и объясните, может быть, я что-то не понимаю или... Боже, что это вообще? Солнечные сутки здесь бесконечны. Сразу я вам напомню. Так, интересный каньон. Посмотри, как стелется этот каньон. Напоминает каньон на Марсе. Ну, почему-то здесь в нем нет воды. В нем нет воды, хотя на планете у нас... По составу должна быть вода. Так, погоди. Ох, красота неба, даже дневная, ты посмотри. Ну да, в принципе, здесь рядом располагаются все друг с другом звезды, голубые звезды и красные гиганты, поэтому мы можем их видеть даже днем. Прекрасный, красочный фон просто. Так, подожди. Ну, а где же вода? Меня интересует вода. Я должен пойти в воду. По-моему, вот что-то напоминает озера или что это? Это такой грунт? Или это болото? Подожди, стой. Да нет, ты не поверишь, здесь есть зелень. Да ладно, ты посмотри. Ну, скорее всего, это, наверное, какой-нибудь мох. Он зеленого цвета. Ну, прям как на земле. Это просто шикарно. Давай дождемся прорисовки. Можно поближе спуститься на поверхность. Да, боже, ты посмотри. Это зелень, это трава. Кто-то в комментариях пишет. Слушай, друг. Какая это трава? Это, блин, генерируемые объекты. И, блин, здесь нету ни зелени, ничего. Вот, дружище. Для тех, кто пишет. Мне это в комментариях. Присмотрись внимательно. Это ромашки. Это цветы. Ну, просто представь на секунду, что это не земные цветы, а какие-то... Какие-то внеземные цветы, блин, боже. Да. То есть, это другая растительность. Это инопланетная растительность. Просто представь это на секунду. Боже, вообрази, я тебя умоляю. Такс, подожди. Ну, давай попробуем на ночную сторону. Так, я так понимаю, воду я здесь не найду на этой планете. Откуда она здесь? Где она? Ну, в составе же она есть, боже. Посмотри, даже отсюда видно зелень. Даже отсюда видно растительность. Хотя, вот здесь, в этом кратере, возможно, есть вода. Но я не уверен. Лед, по-моему, присутствует. Или это горные образования? Нет, это такие скалистые, да. Образования, скорее всего. Ладно, я не нашел воду. Ну, давай я попробую посмотреть на всю эту красоту с ночной стороны этой планеты. То есть, рассмотреть все эти огромные голубые звезды, красные гиганты и увидеть, возможно... О, посмотри, даже горы есть. Ух ты, шикарно. Слушай, там не действующие вулканы. Подожди. Нет, по-моему, вулканы потухшие уже. И рассмотреть, возможно, увидеть нашего стрельца А. Так, ну что ж, давай опускаемся на поверхность. Так, я так понимаю, мы уже на поверхности. Ты только посмотри на это. Это просто фантастический пейзаж. Боже. Это просто невероятно. Голубые звезды, они находятся так рядом с нашей родительской звездой этой планеты, что они просто очень-очень яркие. Это просто невероятно. Так, ну а давай попробуем найти нашего стрельца А с поверхности этой планеты. Так, ну давай попробуем. Вот он, стрелец А. Вот он. Да, здесь можно было бы его, в принципе, увидеть. Но я думал, что, конечно, он будет смотреться намного ярче, чем я себе представлял. Это просто невероятно. Но я так думаю, что я сегодня развеял миф о том, что есть жизнь хотя бы какая-то такая, как наша. что может существовать такая же жизнь рядом с таким огромным монстром, как стрелец А, и вообще, может быть, жизнь в центре нашей галактики. Хотя, хотя, возможно, я ошибаюсь. Может быть, это не факт. Ведь мы с вами, скорее всего, никогда этого не узнаем. Возможно, именно оттуда, с такой огромной дали на нас сейчас кто-то смотрит, наблюдает. Я не знаю, друзья. В общем, ребят, кому понравилась серия, ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на канал. Нас ждут еще огромные путешествия в мире Space Engine. Космос и Вселенная бесконечны. И наше путешествие, друзья, только начинается. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok